Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Квасин. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы с вами поговорим о ароматах, которые самые-самые шлейфовые в моей коллекции, из которых я вот ношу сейчас. Потому что, знаете, у меня очень много всего шлейфового, и всё, знаете, так не перечислишь. Поэтому из того, что я вот ношу, к чему тянется рука, о чём я говорил, знаете, не так уж и недалеко, ну такое, поняли? Потому что эту подборку можно снимать вообще, если честно, 3 раза в неделю. Самый шлейфовый аромат, потому что у меня всё, знаете, какое-то шлейфовое. Ни стойкого у меня практически ничего нету, ни шлейфового у меня практически ничего нету. Но есть такие прям хиты-победители, ну из которых я вот в последнее время ношу. То есть, знаете, подборка на зиму, ну такая прям шлейфовая. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки и не забывайте, что это видео, как всегда, снят с поддержкой сайта Perfumeria Rendezvous. Поэтому пользуйтесь моим промокодом на 10%. 10 к вас, на весь ассортимент. Подробности в инфобоксе. Ну и берите мой боксик, ароматы с ой эффектом. 8 миниатюрок, моих любимых ароматах парфюма, где вы возьмёте, уебёте, вам всё понравится. Вот, а флаконить, ну, короче, вот мои фавориты. Тоже частенько они у меня в подборочках. Ну, обожаю, знаете, мои фаворитики. Действительно, очень хорошие, качественные ароматы. Вот, поэтому берём мозги, не ебём, все дела. Давайте, в общем, начинать. Кто не подпишется на телегу, тот сука. Итак, пошли дальше. Первый аромат. Вообще, из этого бренда нет ничего нестойкого. Это, кстати, последние блутеры цветочки. Ну, и похуй. Вот. Ну, знаете, у Киллиана нету ничего, ни шлейфового, ни стойкого. Это Playing with the Devil. Игра с дьяволом. Игры дьявол, или как там они переводятся вообще? И аромат роскошный, и на зиму он, что удивительно, очень хорошо звучит. Скажите же, ну, у кого есть, я понимаю. Это вообще. Кстати, зацените, у меня тут такой наборчик организовался бирюзовый. Тут такое новенькое у меня кольцо-перстень. Сапфиры, бриллианты и бирюза на 10 карат. Она даже с градиентом, смотрите. Вон, видите, есть тёмно такого вот голубого бирюзового, светлый. Такое вот оно гиперобъёмное. И такие вот серёжки. Новенькое с сапфирами колечко. Это вы уже видели. Тоже оно объёмное такое вот. Очко-вырыватель. Поняли? Бирюзовая такая леди. Класс бирюза свежая, да? Итак, Playing with the Devil. У Киллиона вообще всё шлейфовое. Ну, вот знаете, даже бамбу-гармони вот у него. Такое, типа, лёгкое зелёное-чайное водица с бамбуком и зелёным чаем. Тоже она очень шлейфовая. Здесь же вообще, ну, это шлейф на 10 километров. Вот хоть зимой, хоть жарким летом вы пройдёте, все умрут. Сзади вас, как тараканы, будут мереть от вашего ядрюнейшего шлейфа. То есть, знаете, ну, на всю улицу. Персик, чёрная смородина. Ну, роскошный бленд, знаете. Настолько ядрённый. И он хорошо звучит в холода, что удивительно. Мне казалось, знаете, что это история на лето всё-таки, знаете, на какую-нибудь весну. Но зимой персик и чёрная смородина как-то странно. Ну, нет. Звучит действительно очень неплохо, пронзительно, ядрёно, кричаще. Для тех, кто хочет обращать на себя внимание. Вот. Но это уместно. Поняли? Персик, чёрная смородина здесь просто кайф. Персик, где, знаете, такой вот немножко химозненький, как в этом, в Том Форд Черри Пич. Или как там. Ну, короче, Пич. Поняли, как в Том Форде. Химозненькая такая вот персюшка. Писюшка. Немножко такого вот, знаете. Лис чёрной смородины. Ежевика. Ягоды чёрной смородины. Ну, очень приятно. Очень классно. Именно вот пронзительно в холод это звучит. Прям бодряще, знаете. Кайф. Стойкость невероятная. Шлейф. Ну, вообще. Никаких нареканий. И интересно звучит на зиму. У кого есть, попробуйте. А у кого нет, надо. Дальше. На Самата. Вот, ну, на Самата тоже нет ничего такого, вот, знаете. Нестойкого. Ни шлейфа. Вот в последнее время я иногда ношу Баламаш. Писю мне Памаш. Видите, Баламаш. Он в таком, в плане дерева сделал. Тут прям крышка пенёчек. Берёзовый или что это. В пирамиде, кстати, есть берёза. Прикиньте. Я, честно, не знаю, как пахнет берёзом. Наверное, как дерево, да. Ну, роскошный запах. Знаете, я не люблю мужихинские древесные ароматы. Ну, они банальные, они бесят, они раздражают. Ну, мужские ароматы вообще это фуфло. Кто хочет что-нибудь интересное, то, конечно, мимо мужского отдела проходит. Но тут, знаете, это абсолютно древесный аромат. Но он унисекс. Вот так интересно. Ну, вот здесь всё древесное. Как будто спил дерево вот такой чистейший. С капельками дубового мха, влажностью небольшой. Со свежестью, озонистостью, минеральностью такой, знаете, вот озоновостью. Ну, вот прям дерево прям наю натуралистичное. Ну, вот не сказать, что он какой-то мужской. Нету здесь вот ничего такого, вот прям типично мужихинского. И это кайфово. Если вы женщина и вы хотите не мужской древесный аромат, то обязательно потестите. Это прям, ну, знаете, золотая середина древесная. И он так красиво звучит. Действительно, как будто вы только что из лесу, с лесоповала, с лесополосы пришли. Ну, кайф. Вот лесоруб, ты меня называла? Вот тот самый аромат. Вы такая лесорубщица. Также шлейф. Ну, вообще, вы задохнетесь. Все рядом, кто с вами задохнутся от этого шлейфа. Шлейф невероятный. Стойкость тоже. Ну, чуть ли не два дня вы его будете с кожи слышать, понимаете? Ну, у насаматы никогда с этим проблем нету, не было. И, надеюсь, не будет. Поэтому советую. Очень хороший аромат. Ну, и сам бленд древесный. Очень обратите внимание. Потому что, действительно, ну, вот дерево вроде древесный аромат. Сразу мужиха, блядь, противная в голове возникнет. Ну, блядь, древесный аромат моно, к тому же. Ну, только мужихи носят банально. Нахуй это нам нужно. А, действительно, вот он интересный. Вот он какой-то другой. Знаете, многие его сравнивают почему-то с Black Afghan. Но вообще ничего общего. Очень приятный, свежедревесный. Нету тут запрелости, вспрелости, всперженности. Он вот свежо звучит, знаете. Приятно. Дальше, девочки. В последнее время часто ношу New Look от Dior. У меня даже отдельное видео про него есть. Потому что он мне прям очень-очень сильно понравился. Это классика вообще. Классический аромат. Главное, ну, то здесь иланг, иланг. Ну, Christian Dior говна не сделает. Ну, и сам New Look. Конечно, эпохальный аромат. Вообще, белые цветы. Ой, желтые цветы. Иланг, иланг. Нарцисс. Мед. Медятина. Бергамот вначале, лимон. Ну, знаете, вот прям классика. Надела шляпу и пошла такая. Адзи-двать, адзи-двать. Очень красиво. Знаете, если вы тетушка сука, если вы тетушка классическая стерва, хотите прийти в театр, чтобы все охуели, хотите побывать такой женской женщиной 20-х годов, то этот аромат вообще топовый. Вот он наравне, знаете, с великой классикой. Chanel номер пять, Poema, Lancôme Tresor. И там должен быть New Look. Действительно, очень красивый иланг, иланговый аромат. Ну, вот прям ни дать ни взять, ничего больше не сказать. Ну, вот просто он должен быть, если вы любите винтажи, классику, вот как я, Chanel, Lancôme, Poema, если вы любите. Ну, это кайф. Прям о, да иланг, иланг. Красотища невероятная. Стойкость. Вообще пипец. Шлейф. Вообще, знаете, вы только куда-нибудь зайдете, все будут спрашивать, у вас что за аромат. Это я вот в пятерочку ходил, короче, в New Look. Покупать там это, не помню, зеленуха какой-то. Вот. И два человека, короче, у меня спросили, прохожая там в этом, в пятерке рядом стояла картошка, выбирала, типа, аж чем от вас пахнет? Я такая, это Dior New Look. Она такая, ааа, как будто поняла, что это такое. И продавщица меня тоже спросила на кассе, типа, ааа, какой аромат. Я такая, да, это Dior New Look. Такая, ммм, как будто реально поняла, что это такое, поняла. Хоть бы спросила бы, как выглядит, я бы фотку бы показал. Ну, ладно. Ну, прекраснейший, знаете, вот прям действительно классический, шедевральный аромат. Шлейф, вот все вы заполните собой. Своей этой воинственной женственностью. Кайф. Девочки, если у вас такое настроение, истеричная сучка, ну, кстати, тоже я частенько ношу, балуюсь, это Руш Малахит Армани. Кстати, Армани, этот Руш Малахит и серия Малахитов, она посвящена России, прикиньте. Вот тоже я об этом узнал год назад. Хотел сказать недавно, но я об этом давно узнал. Руш Малахит, это вообще, девочки, это Тубероза. Нереально. Вот это аромат, посвященный Туберозе. В принципе, ароматы с Туберозой, они выносят все, включая мозг и святых, и вас вперед ногами выносят. Тут Тубероза наивыносительнее. Во-первых, она мега роскошная, как тяжелыми балдахинами свисающая вот эта вот театральная ткань, вот эти вот ширму, когда вот так вот балет, такой щелкунчик, и вот эта ширма открывается из тяжелой ткани, габардино. И вот это прямо этот аромат. Тяжелющая, напудренная, припудренная в гриме Тубероза. Вот прям, ну вообще, очень роскошная, аж с кожаными такими, какими-то оттенками ядреными. Насыщеннейшая вообще, знаете. Ну я называю это такой театральный Тубероза. Ну действительно, он прям роскошный. В большом театре, представьте, вот обстановку. Вот так вот пахнет. Роскошнейший просто, знаете. Тубероза здесь одна из моих фаворитов. У меня много любимых Тубероз. Ну вот это самое любимое. Действительно, оно вот прям самая такая вот. Во-первых, без пошлости, без ненужной молочности, знаете, без хищности. А такая именно тяжеловесная, роскошная Тубероза, знаете. Советую дико. Стойкость шлейфа здесь, что за волос там? Стойкость шлейфа невероятная. Вас задушат 100%. Все вокруг задушат, как тараканов. Это инфосодка. Там просто вас оцепят. Вот так вот полиция вокруг вас поставит. Вот эти вот, знаете, палки и вот эти ленты, чтобы к вам никто не приближался ближе одного километра. Иначе все задохнутся. Ну, аромат роскош, знаете. Такая красивая бомбардировка красотой. Вот. Если вы брызните на себя Рушмалахит. Роскошная просто Тубероза. Вот такие вот у меня любимые в последнее время шлейфовые ароматы. Пишите свои фавориты, что вы из этого пробовали. Но я вас прям рекомендую попробовать это. Действительно роскошные ароматы. Плейнг Виз Девилл. Вот прям интересно звучит. В холода потестите. Деревяха вот эта вот. На сама Табломашь тоже. Классика. Нью Лук. Это если вы такая. Это Тараадорша. Эвстиляр Деку. Ну, и Рушмалахит. Если вы такая. Это театральная истеричка. Сумасшедшая, которая любит Туберозу. Советую. Ну, все, девочки. Подписывайтесь на телегу. Пишите, как вам мой бирюзовый сет. Ну, роскошь вообще. Кольцо вот это, знаете, вообще роскошное. И очень дорогое. Роскошное. И дико дорогое. Итальянское. Поняли? Ну, просто. И вот это сапфировое. Тоже роскошное. Скажите же. Смотрите, тут больше трех карат сапфиров. И три бриллиантика посередине. Ну, все, девочки. Ставьте лайки. Любите, ебите. Всегда я ваша. Вот. Но иногда не ваша. Поняли? Маша Сура, Маша. Люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.